Недавно у меня было самое странное свидание в моей жизни, самое странное. Я пригласил девчонку к себе домой, заказал ей такси до меня и оплатил его. Потом взял четыре литра пива, она выпила три. Потом взял Джеймсон, потому что она меня попросила и также оплатил его. И я рассчитывал, что все идет в близости. И намекала ей на секс. Ну как намекала? Она спрашивает Нариман который час? Я говорю, ну уже без пятнадцати секс. Я что-то ей намекаю, намекаю, она пьяная, в час ночи говорит, а давай, Нариман говорит, крокодила поиграем, прикиньте. Мне кажется, в этот момент даже крокодилы такие, чё, в нас будешь играть, что ли? И все, что я добился в этот вечер, то, что мы, ну, целовались, а я капец как не люблю целоваться, ну, с языком. Я очень плохо целуюсь с языком. Ну, я целуюсь с языком, как играю в боулинг. Я просто закидываю туда язык и нахрен отпускаю ситуацию. Я настолько плохо целовался, что в зубах у нее пломбу нашел, прикиньте. И два часа ночи, она говорит, Нариман, ты же понимаешь, что сегодня ничего не будет, я очень сильно пьяна. А я, как истинный джентльмен и мужик со стержнем, говорю ей, ну, пожалуйста. Не знаю, мне 24 года, у меня было мало отношений вообще, мало отношений. Мои отношения можно сравнить с президентством нашей стране, потому что она была одна, она всегда говорила то, что у нас все будет хорошо, то, что наши отношения ходят пятьдесятку лучших отношений мира. Потом что-то устало и бросило меня, сказала, что снимает все полномочия моей девушки, познакомила со своей подругой и теперь через нее до сих пор меня контролирует, прикиньте. Не, на самом деле, моя девушка была с юга, она была с и у нас были проблемы в сексе, потому что у меня, ну, не вставал на слово «АйБЫЩЩЩЩЩЩЩЩЩ». Ну и в принципе, знаете, я вообще не фанат секса, потому что очень много болезней с этим связано, типа ВИЧ, СПИД, ГЕРПЕС, СИФИЛИС, и это только у меня. А моя бывшая жаловалась, что я не дарю ей букеты. Царство небесное. В общем, вы этот, извините меня, пожалуйста, то, что я начал тему смерти. Я сам жутко боюсь умереть, потому что я очень сильный патриот. Я не хочу нарушить демографию нашей страны. Я не хочу, чтобы у отца сзади стекла машины было написано «Казакль-Льде минус один батар, блядь». Но мне кажется, то, что у меня проблемы с отношениями, это потому что я вообще не слежу за своим внешним видом. Ну, мне недавно подруга сказала, чтоб я сходил к косметологу. Она говорит «Нариман, у тебя много черных точек, слишком открытые поры, а сама кожа у тебя жирная». Ну и как человек, ты тоже гнида, в принципе. Ну, она мне начала доказывать, что на моем лице дышат поры, а я ей начал доказывать, что на моем лице дышит нос. Я понял, что она неадекватная. Она говорит «Нариман, не мой свое лицо обычным мылом, а используй жидкое». Я такой «Ты что, меня к тюрьме готовишь, что ли, или что?» Просто оказывается, обычное мыло сушит мое лицо, а моя кожа, сука, все равно жирная, прикиньте. Просто я мою свое лицо хозяйственным мылом, и я что-то не припомню, что после этого моя кожа такая «Воды, блядь». А есть такие люди, кто пользуется хозяйственным мылом, поаплодируйте. Есть такие люди. Один я, нищий, да, здесь? Ладно. Просто хозяйственное мыло, вам не кажется, что оно слишком брутальное для мыла? Она слишком брутальное. Даже когда ты в магазин заходишь, ну, обычное мыло, у него какие-то там цветочки, а пахнет оно классно. А это просто коричневый кусок говна стоит в форме кипяча. Мне кажется, когда возле него проходишь, он такой «Постирать есть что, сука? Я твой порошок в рот топтал, понял?» И она никогда не заканчивается хозяйственное мыло. Ну, моя с рождения у меня дома. Если вы думаете то, что у вас дома нету хозяйственного мыла, ну, вы под ванную загляните. По-любому эти маленькие какашки остались. Не знаю, косметолог говорит «Сходи». А я так подумал, а косметолог – это вообще кто? Это же даже не врач. Ну, если в самолете кому-то станет плохо, а на борту будет косметолог, человек просто умрет с красивым лицом. 24 года я как-то, не знаю, в мужика начинаю превращаться, в мужика я сам ощущаю какие-то странные мужские качества, странные, я их сам не понимаю. Ну, я, короче, начал нюхать трусы, чтобы узнать, грязные они или нет. Но моя женгешка начала возмущаться, она говорит «Давай я свои трусы сама буду нюхать, хорошо?» Спасибо. Просто я к трусам очень бережно отношусь. Я недавно купил себе трусы «Кельвин Клейн», ну, потому что моя жопа достойна лучшего. Они дорогие. Я их надел, посмотрел в зеркало и понял, что трусы «Кельвин Клейн» смотрятся классно на накачанном рекламном теле. На накачанном рекламном теле это «Кельвин Клейн». На моем свисающем пузе это «Трусы с базара». Просто у меня так пузо свисает, что это название нахрен не видно, прикиньте. И больше всего меня бесит, как продаются женские и мужские трусы. Это же разные миры. Даже когда ты, ну, женский заходишь в магазин, трусы, они на манекене. Они на манекене, а продаются каждая по отдельности. Мужские трусы, сука, 500 штук в одной пачке. Мне кажется, мужские трусы скоро будут продавать килограммами. Они же у вас еще делятся, типа, на виды какие-то, типа, там, кружевные, бикини, стринги. Ну, мужские трусы делятся на трусы и семейные трусы. И то они семейные, потому что они тебе по наследству достались, тебе их батя отдал, батя дед отдал. Ты думаешь, с хрена ли у меня на трусах ордена вообще, нет? Вообще не слежу за собой, в принципе не слежу. У меня еще есть детские травмы. Ну, это единственное наследство, которое мне отдали родители, вот. Детская травма. Мы раньше об этом никому не говорили, но я хочу с вами поделиться. Когда я был маленький, когда я был маленький, мой дядька приходил к нам в гости и нюхал мой писюн, короче. Он называл это Абчу, я называл это педофилия. В общем, нюхал мой писюн на глазах у моих родителей. Родителям это тоже нравилось, потому что он прилично за это обошлял. Я говорю, мама, я что, приемный, что ли? Почему вы позволяете это делать? Она говорит, Балам, не переживай, когда ты был еще меньше, он тебе, аузга, ты курген, говорит, прикиньте. Я такой, ну, осталась только моя задница, видимо, нет? Потом логически подумал, он приходит, нюхалит писюн, дает денег, и у меня появляются новые игрушки. Я такой, да нормально, в принципе. Если есть новые клиенты, всех тяните, мне не жалко. И когда он в следующий раз приходил к нам в гости, я начал чувствовать ответственность. Все-таки в то время единственный доход был. Ну, начал готовиться. Максимально не мылся, чтоб он кайфанул, понимаете? И вот мне исполнилось 7 лет, он пришел к нам в гости. Я достою свою дозу на свая. Говорю, что, нюхать будете? Он говорит, нет. Я такой, в смысле нет? На, бля. Он говорит, ты слишком взрослый стал, Нариман. Я так подумал, он начал нюхать его в 4, а закончил в 7. Это что, получается? Любовь живет 3 года. Все, всем спасибо, отличная публика.